Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Главный девиз медработников Самарского хосписа. Татьяна Парфенова впервые пришла сюда как волонтер, сразу после окончания университета. А потом устроилась сюда психологом. Помогает и тем, кто уходит из жизни, и тем, кто остается. Татьяна Делец, жалеть о выборе профессии никогда не приходилось. Сделать все, что зависит от себя для данного человека, и ты со спокойной совестью потом остаешься, понимая, что да, все, что я могла, все, что там, моих физических сил, душевных, духовных, я сделала для данного человека. Это позволяет справляться с той печалью, грязью, расставанием, к сожалению. Получают помощь в стационаре сейчас три пациента, в том числе Екатерина. Еще полгода назад она не жаловалась на здоровье. Женщине 69 лет. Рассказывает, за всю жизнь в больницах ни разу не была. Медицинской карты и то и нет. В апреле сломала шейку бедра. Операция дала осложнение, как следствие, проблемы с позвоночником и онкология. О службе помощи Самарского хосписа Екатерина узнала случайно. Времени на раздумье было мало, ухаживать дома за женщиной некому. Делиться за неделю, что она здесь находится, это место стало ее домом. Сама, говорю, не думала даже оказаться в такой ситуации. Никогда не знаешь, что происходит. Да, чтобы после операции шейки бедра не отказали ноги. Большая молодец. Мужественная. В хосписе есть книга памяти, где пациенты оставляют добрые слова и пожелания персоналу, который был рядом в тяжелые дни жизни. Вот тут пожелание, то как может. Главное, что оно все от души. Больницы, которые принимали неизлечимо больных, существовали и раньше. Но лишь в 1967 году слово хоспис обрело значение, которое мы вкладываем в него сегодня. Основательница современного хосписного движения Сесилия Сандерс заставила весь мир по-другому взглянуть на смерть, боль и страдания. В Самаре первый хоспис открылся в 1998 году. В некоммерческой благотворительной организации есть два подразделения. Медперсонал оказывает помощь как на дому, так и в стационаре. Выездная служба сегодня помогает 60 пациентам. В среднем осмотр одного занимает около двух часов, в зависимости от состояния больного. Кого-то достаточно навестить два раза в неделю, а кого-то несколько раз в день. Телефон врачей доступен 24 часа в сутки. В стационаре места не так много, всего четыре палаты. Сотрудники хосписа делятся. Необходимо помещение побольше, чтобы оказывать круглосуточную помощь еще большему количеству людей. Для пациентов все услуги в хосписе абсолютно бесплатны. Чтобы получать поддержку, достаточно обратиться со справкой из онкодиспансера и направлением из поликлиники. Мэр Елчан, Василий Колдашов. События.